Друзья, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Вы буквально через минуту просто будете в шоке от новой информационной волны, которую россияне развязали против главнокомандующего Валерия Залужного. Там, честно говоря, такие новости появились, что даже на голову сложно натянуть. И об этом, и не только, о ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня с нами согласился поговорить Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, спасибо, что вы с нами. Наши зрители очень ценят ваше присутствие. Я ценю общение с вами и очень рад радовать наших зрителей. Здравствуйте, Алексей. Чилбуданов, внимание, цитирую, «вступили в сговор и готовят в Украине государственный переворот с помощью Соединенных Штатов Америки». Конец стат. Ну, на самом деле, эта новость на полном серьезе разгоняется крупными телеграм-каналами. Ну, и мы понимаем, что за последнее время очень много было вот этой информации о каком-то конфликте между политическим и военным руководством. Официально никакого подтверждения этого конфликта мы не получили. Сегодня вот одновременно давали одну и ту же информацию и президент Украины, и главнокомандующий. И в целом, то есть, вроде бы, можно выдохнуть, да, вроде как эту историю, наверное, уже можно было бы проехать, но россияне продолжают вот эксплуатировать, взяли себе на флаги как раз вот этот вот нарратив. Как вы считаете, насколько это может быть опасно, потому что его подхватывают и западные СМИ? Я не думаю, что это может быть себе представлять серьезную опасность. С одной стороны, для них было бы грех не воспользоваться любым шансом, хоть как-то, как они сами любят говорить, раскачать лодку. Однако, когда вбросы носят абсолютно абсурдный характер, остается и более того, абсолютно понятны же ведь их первоисточники. Одно дело, это было бы какое-нибудь серьезное западное СМИ, тогда бы стоило отнестись к этому с той или иной долей интересом. Значит, в данном случае источники абсолютно очевидны, и поэтому в первую очередь такого рода вбросы, фейки истории, адресованы российской публике. Значит, российская публика, конечно же, может радоваться, прочитав подобную статью, но не как статью, статьи услышат подобную информацию, но на практике это никакого влияния ни на что не окажет. А вот на что это рассчитывается, по крайней мере, пытаются рассчитывать, на что бы это могло оказать, но это вот именно на западную или украинскую аудиторию. Но здесь именно из-за того, что суть источников достаточно очевидна, эффект от этого и не может быть весомым. Насколько мне это видится, ну, любые западные СМИ, ну, понятно, что и на Западе есть конспирологи, есть те, кто черпают свою информацию из самого раза странных источников, в том числе и помоек информационных, ну, для них, возможно, это было бы и ценным, но на таких людей особо и рассчитывать не стоит. Это если изначально пропащий контингент. На украинцев вам виднее, но мне кажется, что именно вот этот источник, чтобы повлиял на украинцев всерьез, и раскачал ту самую лодку, мне видится, что это не та угроза, которая стоит истерить. Ну, западные СМИ просто тоже, дело в том, что муссируют тему конфликта между военным и политическим руководством. Вот еще одна тема, значит, которая появилась теперь уже в западном издании, да, авторитетном, The Washington Post. Они опубликовали материал, вернувшись к теме подрыва северных потоков газопроводов, которые строила Российская Федерация. И вот по версии журналистов The Washington Post взрывы были произведены по приказу главнокомандующего Валерия Залужного. Подготовил их полковник сил специальных операций Червинский. Он сам, кстати, свою причастность отрицал. Сейчас находится он, кстати, в следственном изоляторе, но, правда, по делу, которое совсем не связано с северными потоками. И вот самое главное, да, что тоже использует сейчас российская пропаганда, это то, что Залужный якобы отдал приказ о подрыве северных потоков, не согласовал его с президентом Владимиром Зеленским, и это тоже привело к какому-то роду конфликтов. Почему достают сейчас вот эту историю с северными потоками, и насколько вообще реальная видится вам версия о том, что Украина собственными силами по приказу главнокомандующего могла бы провести такую специальную операцию? Здесь, во-первых, нужно понимать, как работают западные СМИ. Если тема интересна, достаточно, тема подрыва северного потока очень и очень интересная. Это совершенно знаковое событие. В свое время это было центральной темой новостей, и, безусловно, новости по этой тематике всех интересуют. Тем более, что следствие, а ведутся следствие, дает определенную информацию, есть сливы, и сливы, что уж говорить, следствие прямым текстом, по крайней мере, если верить прессе, говорит о неком украинском следе. То есть, причем там, правда, называются группы, приближенные к украинскому командованию, но без ведома, приближенные к власти, но без ведома и прямого приказа. В общем, сведения не определенные, в любом случае, пока официальной информации нет. Но важно понимать то, что заминать по какому-то заказу, по щучьему велению, важную тему не будут. Эта тема может быть неприятна. Это, кстати, касается Израиля тоже. Например, в Израиле очень многие темы, в той или иной степени, неприятны, более того, воспринимаются как несправедливый подход. Однако такова жизнь, и так работает западная пресса, отнюдь не всегда это следствие работы какой-то российской агентуры или вброса. Поэтому в данном случае остается дождаться именно официальных каких-то результатов расследований и делать окончательные выводы. Однако важно понимать, эта информация, по всей видимости, часть из нее, все-таки не совсем высосана из пальцев. Это не какая-то клевета по заданию. Да, есть, конечно, ангажированные журналисты, есть слухи, которыми любят пользоваться, есть просто информационные вброты. Но ситуация очень любопытна. И нам стоит для того, чтобы делать выводы, насколько что реально, дождаться более-менее официальной информации. Мое мнение, если подходить чисто технически, то технически эта операция была выполнима. То есть это выполнима, да, она требовала достаточно серьезной подготовки организации, но она была выполнима ресурсами, скажем так, квалифицированной разведслужбы, даже, скажем так, чем-то меньшим. Безусловно, пару-тройка одиночек для этого было бы гораздо сложнее использовать. Могли ли бы это сделать технически украинские спецслужбы или те, кто, скажем так, имеет к ним отношение? Технически, безусловно, могли. Теперь мы... Было ли это целесообразным делать? На мой взгляд, это было нецелесообразным. Если это дело рук украинских спецслужб или, скажем так, военных, то, на мой взгляд, это было нецелесообразно с разных точек зрения. Во-первых, на тот момент северный поток, когда произошел взрыв, по большому счету он должен был уже прекратить функционирование и не представлял экономической серьезной ценности для России. То есть, по сути, поставки газа прекратились на тот момент. Газпром их, в общем-то, обрубил. И второй момент, то есть, с точки зрения экономической, например, раньше, когда он функционировал, и когда он был угрозой тому, что по Украине, ну, скажем так, альтернативной возможностью поставок газа через Украину, то есть он был альтернативой. И многие считали, что если достроить северный поток, можно спокойно нападать на Украину, потому что по обеспечению газа поставки обеспечен. Но правда, как выяснилось, Путин, нападая на Украину, преследовал далеко идущие цели, именно быстрый захват всей Украины. И поэтому газовая сеть Украины в этом случае, если бы ему удалось, должна была оказаться у него в руках. Но не суть. Нецелесообразность была бы и в том, если я исхожу с того, что это дело рук украинцев, в том, что это серьезный удар бы по ЕС. Это явно неприемлемое для ЕС и для страна Запада действие, причем неприемлемое на очень серьезном уровне. И здесь важно было понимать и сегодня, если там поймут до конца, что это дело рук официальных структур Украины, это может сказаться на масштабах помощи и на тех или иных взаимоотношениях с Украиной. Поэтому я считаю, что, в принципе, такой подход, если это было принято решение украинцами, был нецелесообразным. То, что украинцы способны проводить серьезные диверсии, в том числе и в России, было доказано, чего стоит первый подрыв Крымского моста. Так что с северным потоком технически было возможно, на мой взгляд, нецелесообразно было. Еще один вопрос. Вы просто понимаете, Давид, вот да, спасибо за ваш анализ, просто очень важно, что тезис у Washington Post звучит именно о том, что это чуть ли не дело рук вообще там, значит, лично залужного, который не консультировался с политическим руководством, с верховным главнокомандующим. И такое чувство, как будто это тоже часть определенной информационной атаки именно по военному руководству. Причем они ссылаются на некие источники самые разные, что казалось бы, эти источники знают. Но предположим, даже в Америке, в Соединенных Штатах, в Германии пришли к выводу, что это дело рук украинцев. Откуда могут знать? Конечно, на самом деле могут теоретически, но по идее откуда могут знать, что это было прямо не санкционировано? Я не исключаю, что могут знать, но в принципе это уж совсем подробности, когда значит не только знают кто, а знают кто кому что не сказал. В принципе же, я могу сказать сейчас, абстрагируясь от того, чьих рук дело эта операция, в принципе, стратегии операции стратегического уровня, разведывательно-диверсионные, проводимые государством, в частности украинцами, должны быть согласованы между всеми ветвями власти, исполнителями, то бишь разведкой или военными, и политическим руководством. Вот это вот политическое руководство должно знать, что происходит, потому что последствия такого рода операций могут иметь стратегическое, а не сугубо военно-тактическое решение. И здесь это очень важно. Если в Украине решения могут приниматься именно так, когда военные не знают, или наоборот не знают политическое руководство, я имею в виду решение по важнейшим вот таким вопросам, как стратегического значения, эта ситуация плоха именно с военной и стратегической точки зрения, если, я подчеркиваю, это очень важно. И здесь я как раз в стороне оставляю разногласия и то, о чем пишется в статье. Очень ключевой момент. Такого рода действия не могут предприниматься по частной инициативе и не могут предприниматься, скажем так, без санкций и согласования. Это не уровень взятия деревни штормом или не уровень ликвидации главы какой-то администрации оккупированного региона. Друзья, ну ваши мысли оставьте в комментариях, также вообще ваши размышления по поводу информационной атаки на Валерия Залужного, которая продолжается, кому это может быть выгодно, ваши мысли очень интересно будет почитать в комментариях, возможно, обсудим в последующих интервью. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Еще заканчивая как бы украинскую подтему нашей сегодняшней беседы, хотелось бы обсудить с вами ситуацию на фронте, ну а конкретно сегодняшние абсолютно какие-то шокирующие откровения, которые позволили себе пропагандистские, одни из главных пропагандистских изданий РИА Новости, ТАСС, они днем неожиданно сообщили, что российские военные приняли решение, цитирую, о перегруппировке войск в Херсонской области и перемещении на более выгодные позиции. Такая цитата. Ну, то есть, грубо говоря, читаем в скобках, там, отступление, отход на другие позиции. Не успела эта новость даже набрать, как бы, оборотов. Ее сразу начали опровергать, обозначили как ошибочную, и РИА Новости, и ТАСС. И до конца непонятно, что бы это все могло значить. Да, в Украинском центре национального сопротивления говорят, что это информационный вброс, никаких перемещений не было. Но на кого он тогда рассчитан? Я думаю, что это кто-то отметил годовщину событий на Херсонском правобережье, когда под подобными, собственно, под похожими словами, похожими определениями, похожие высказывания предшествовали, собственно, оставлению правобережья города Херсон. Я думаю, что это то ли хакерская атака была, то ли кто-то изнутри так пошутил, как принято было говорить в Советском Союзе, совершил идеологическую диверсию. По факту, что называется, на земле, мы не видим никакого такого отступления. Это факт налицо. И более того, важно понять, что таких реальных предпосылок, в отличие от событий годичной давности, реальных предпосылок для серьезного отступления россиян на Херсонщине пока нет. То есть, может быть, какого-то тактического уровня возле тех или иных плацдармов, которые сейчас украинцы удерживают и которые пытаются расширить, да, но это на уровне, знаете, 100 метров туда, 100 сюда, об этом не сообщается в СМИ. Здесь очевидно, чей-то либо прокол, чей-то либо действие, может быть, даже действие украинской разведки, которая хакерским образом умудрилась вот такое сообщение доставить куда нужно. По факту мы не видим отступления и оборона россиян в тех местах достаточно прочная. Более того, украинцы не ведут масштабных наступательных действий. То, что мы видим, пока носит тактический характер, силами, видимо, до батальона или нескольких род, без массированного применения бронетехники, без наличия переправы через Днепр. А значит, до отступления, надо смотреть правде глаза, до серьезного отступления россиян вот на этих позициях очень далеко, какие бы забавные вбросы ни делались, которые, конечно же, всполошили провоенную общественность в России, видимо, не только и... Ну вот, кстати, если говорить о ситуации сейчас на линии боевого соприкосновения, да, действительно, в чем и есть разногласия, так это в позиции и характеристиках вот этой ситуации. Мы помним заявление Залужного в его колонке для «Заэкономист» о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. Владимир Зеленский, например, говорит, что это не так, и что вот это определение, оно подобрано некорректно. В целом, вот, опираясь на то, что вы видите сейчас и анализируете, подходящий ли это термин для описания того, что происходит на ключевых направлениях украинского фронта? Я не очень люблю слово «тупик». Тупик – это несколько сильное определение. Однако, можно констатировать, причем, на самом деле, если даже в ретроспективе оглянуться довольно давно, на многие месяцы назад, даже когда велись массированные и довольно серьезные наступательные действия, летом и в первой половине осени Украина вела активные действия, где-то россияне атаковали, война все равно, даже когда имело место продвижение территориальное и был территориальный успех, война все равно, по большому счету, даже если сравнивать, тем более, если сравнивать с 1922 годом, носила позиционный характер. И вот именно так бы я это характеризовал. «Тупик» – это слово несколько иное, позиционный характер, когда стороны пытаются брать инициативу на себя, берут ее иногда, достигают тех или иных успехов. Россияне, как правило, тяжелейшими потерями и успехи их, в общем-то, незначительные. Однако активные действия продолжаются, и даже когда позиционность, она близка к абсолютной, даже в этом случае обмен ударами, а сегодняшние средства разведки, огневого поражения, позволяют наносить очень серьезные потери даже в позиционной войне. И, кстати, украинцы этим пользуются в большей степени, благодаря более современным средствам. Мы даже видим сейчас, как увеличились в сводках генерального штаба количество жертв, ликвидированных оккупантов и безвозвратных потерь. За последние дни мы видим, что цифра не падает ниже тысячи жертв безвозвратных среди рядов оккупантов. До этого мы помним, что были какие-то дни 300, 500, здесь все время выше тысячи. Это говорит как раз об этих ожесточенных боях даже в позиционной фазе? Это говорит и о ожесточенных, скажем так, о ожесточенных обменах ударами, или, если мы говорим конкретно об украинцах, об ожесточенном нанесении, ожесточенном и точном нанесении удара во многих случаях и, конечно же, локальных атак российской армии. Российская доктрина подразумевает активную оборону и попытки атаковать хотя бы мелкими силами, где только можно. Атакуют они, что уж греха-то и безыскусно довольно, и не жалеют людей. Как правило, когда лишние люди в кавычках появляются, их не особенно жалеют. Это было прекрасно видно под Авдеевкой совсем недавно. Более того, там и технику умудрились очень даже не пожалеть, применяя совершенно шаблотно, по сути, на убой. А достижения были крайне незначительные, территориальные. Так что потери это функции и активных действий, и, собственно, возможности сторон и активных действий России. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Да, спасибо, Давид, огромное за ваш анализ. Давайте теперь перейдем к ситуации на Ближнем Востоке. Нас смотрят очень много из Израиля, и наши зрители всегда мыслями не только с защитниками Украины, но и с народом Израиля, который подвергся террористической атаке, особенно с родственниками тех погибших, которые погибли вследствие атаки боевиков Хамас, родственниками тех, кто сейчас в плену. Друзья, вы, кстати, не останавливайтесь, пишите ваши слова поддержки, слова это меньше, чем мы можем сейчас помочь, потому что действительно, судя по комментариям... Слова тоже очень важны, как ни странно, кто-то может подумать иначе, а даже слова, простые слова очень и очень важны. Нас смотрят много из Израиля, и поэтому, друзья, в общем, ожидаю вас в комментариях, поверьте, это важно. И вот появилась новость, которая меня лично ну, очень как-то тронула, по версии The Washington Post и лидеры Хамас планировали вторую масштабную атаку на Израиль, в ходе которой террористы хотели добраться до крупных городов. Значит, как пишут журналисты, Хамас сам, террористы сами не ожидали, что первая атака окажется такой кровавой, смертоносной, что почти все штурмовые группы, как пишут журналисты, достигнут поставленных вот этих своих террористических целей. У террористов с собой были инструкции на случай успеха вот этой первой волны они должны были продолжить продвижение вглубь территории Израиля и, возможно, нанести удар по крупным израильским городам. Вот такая цитата приводится The Washington Post. Насколько реалистичным кажется этот сценарий и вот особенно у меня вот этот тезис, я же говорю, очень хочется, чтобы вы прокомментировали, что террористы сами не ожидали, что вот эта первая волна атаки окажется такой кровавой. Это очень интересный вопрос, который обсуждался с самого начала. Подразумевает, тут я немного поправил, имелось в виду не вторая атака, потом отдельная. Имелось в виду, что вот эту первую продолжат и разобьют еще дальше вплоть до очень далеких мест, которые в статье обозначены. Насчет того, что они ожидали и не ожидали, вопрос носит несколько в заметной степени интуитивный характер. Судя по тому, какие у них карты были, какие были инструкции и к чему они готовились, они очень многого на самом деле ожидали. Впервые об этом заговорили, что успех был совершенно непостижим даже для них самих. Заговорили сразу и это был тот самый интуитивный подход. На чем он был основан? Дело в том, что за многие десятилетия борьбы Израиля с террористическими организациями, по сути, чуть ли не с момента основания государства, они имели многие террористические и военные успехи. Конечно же, больше было у них неудач, тем не менее, успехи кровавые, успехи у них были. Однако то, что произошло 7 октября, оказалось на порядке масштабнее, на порядке эффектнее, назовем так, с их точки зрения, чем все, что они достигали во всю историю Израиля. Это надо, что греха таить, что есть, то есть. И вот поэтому изначально сразу пришли, ну не могли же они на такое всерьез рассчитывать. Я вам скажу более, если бы их успех даже был в 10 раз меньше, по числу жертв. Это и то была бы колоссальная удача для них и колоссальная победа в их понимании. И поэтому, говорит, ну нет, не могли. Тем не менее, они задействовали огромное количество сил. То есть, как мы сегодня знаем, 3000 боевиков участвовали в этой волне, и это не считая тех, кто пришел по их следам, мародеры и неорганизованные боевики, которые включились в этот праздник жизни, назовем это так, уже после них, 3000. Более 1000, у нас сейчас в Израиле есть точные цифры, но их озвучивают точно так, опосредованно. От 1000 до 1500, скажем так, где-то в этом промежутке остались в Израиле уничтоженных боевиков, то есть, вот из этого рейда. Еще сотни, по всей видимости, тут тоже цифру скрывают из, так сказать, назовем это спецслужбистских соображений, видимо, пару сот, как минимум, еще захвачено живыми. То есть, это огромный масштаб. И они рассчитывали атаку, исходя из понимания ситуации, понимания, с кем они имеют дело. В тот момент, когда они прорвали оборону израильскую, оборона оказалась абсолютно несостоятельной для такого рода случаев, это отдельный разговор, они понимали, что прорвав эту оборону, дальше они столкнутся с пустотой, которая пустотой, я имею в виду то, что других линий обороны и военных поблизости не было, и для того, чтобы пришла помощь, причем пришла, она должна была прийти во множестве мест и на разных участках, должно пройти очень много времени. Они примерно могли прикинуть сколько. То есть у них была возможность техническая, они это понимали, прорваться очень далеко. По всей видимости, я не знаю, то ли приказы, ведь данные гадеты Washington Post, они ведь на основании допросов и на основании инструкций, которые были у террористов. По всей видимости, у некоторых из них не были приказы, у многих четко определенные, а у кого-то, видимо, был либо приказ такой, скажем так, на выбор действовать, либо они очень увлеклись и не проявили должной дисциплинированности, потому что возможность техническая проехаться дальше у них была в некоторых случаях, и шансы такие были. Но тут есть предположение, что увлекшись успешными убийствами, назовем это так, успешными убийствами, той бойней, которую они развязали, а где-то и успешным противостоянием, ведь они разложили засады в тех или иных местах для тех, кто приходил на помощь военных, а приходили в порядке тушения пожара, кидались. Они почувствовали вкус и решили удовлетвориться малым. Но это мало и так совершенно превзошло все возможные границы того, что, о чем мог бы кто-то даже, что-то можно и предположить. Поэтому, знаете, то, если бы кто-то предположил подобные результаты, подобные до, то это было бы, ну, знаете, это сказать, за гранью кровавой фантастики, это ничего не сказать. Могли ли бы они добраться куда-то дальше, именно вот даже в тех обстоятельствах, могли. Очень много, очень большую роль того в том, что не добрались и то, что бойня не оказалась, скажем так, в два раза более масштабной, сыграла роль, что подкрепление военных и полицейских и сил специального назначения обоих структур, обеих и кое-каких других, приходили, пришли достаточно быстро, несмотря на все претензии, действовали очень самоотверженно, с огромными потерями, риском для жизни, не готовясь к каким-то действиям, а буквально спонтанно бросаясь где-то чуть ли не на смерть, и это позволило во многих местах либо остановить войну, либо предотвратить ее, и, конечно же, героизм граждан, где-то с оружием в руках местных жителей, с пистолетами, групп местной обороны, кто по мере сил очень многие совершили настоящие подвиги, все это вместе предотвратило и более серьезные последствия. насчет, что они думали, трудно сказать, но они думать должны были, я имею в виду, их амбиции были велики, это однозначно, и в заметной степени не их реализовали, но могло быть еще хуже. Вы знаете, что еще поражает, что сами террористы, они как будто не скрывают, что знали, как отреагирует Израиль, вот один из руководителей Хамаза заявил журналистам из New York Times, что они, мол, предполагали, каковой будет реакция Израиля на террор, но далее он прям открыто говорит, что мы не сожалеем о жертвах, о страданиях жителей сектора Газы, так как это цена, которую нужно заплатить за то, чтобы положить конец иллюзиям сосуществования арабов и евреев, в том числе, там были и другие причины. Вот эта цель, как вы считаете, достигнута ли положить конец этим иллюзиям сосуществования арабов и евреев? Ну и вообще само признание, вот сейчас много очень из Европы мы слышали, слышим особенно голоса о том, что значит Израиль перегибает палку, действуя значит силовым методом, а вот конкретно признание руководства Хамас, о том, что нам не жалко, это та цена, которую мы готовы платить. Хамас, и тут что интересно, Хамас никогда не скрывал своих позиций, даже когда усыплял бдительность Израиля и проявлял некую прагматичность, тем не менее никто не отменял основоположных, самых фундаментов того фундамента, на котором организация существует. Организация существует на принципе уничтожения государства Израиль военными методами, включая откровенно террористические, это никто не скрывает. Более того, смерть во имя Аллаха на этом пути, вот подчеркиваю, на пути уничтожения государства Израиль считается благословенной, что подразумевает в том числе самоубийственные акции, откровенно самоубийственные, классика жанра это поезд смертника и взрыв в каком-нибудь месте, либо как действовали многие из этих террористов 7 октября, ведь они не пытались, многие из них, не пытались отступить или сдаться, а вполне осознанно шли до конца, что называется, понимая, что они погибнут. И вот здесь мы переходим уже к той самой цене, которую он упомянул. Те, кто благословляют и исходят именно из вот этих предпосылок, благословляют смерть на данном пути, они, естественно, готовы нести ради достижения своей большой цели, причем большая цель не обязательно может быть достигнута завтра, важно, чтобы она была достигнута когда-нибудь, они готовы на огромные жертвы, в том числе на жертвы среди мирного населения. Мирное население, важно помнить, в массе своей их поддерживало, Хамас, на определенных этапах Хамас ведь же победил в 2006 году на абсолютно демократических выборах. Идею уничтожения Израиля поддерживает несомненно подавляющее большинство жителей Газа, я уверен, практически все. Тот, кто считает иначе, либо не знает, либо наивен, либо вводит сознательно в заблуждение. Так вот, Хамас это не рациональная организация, борющаяся за создание собственного государства в какой-нибудь стране Запада, какие еще не так давно существовали, но сегодня практически нет таких организаций. Хамас это радикальная исламистская организация, методы и логика которой совершенно иные, они буквально вписываются отлично в то, что вы сказали, а это подразумевает жертвы ради прогресса на пути к достижению цели. В том числе достижение цели предусматривает ухудшение отношений Израиля с умеренными арабскими режимами, в идеале разрыв этих связей, то, что в общем-то все помнят еще было несколько десятилетий назад, когда ни одна страна Ближнего Востока Израиль не признавала, более того, не признавала она Израиль еще до 67-го года, когда появились так называемые оккупированные территории, что сам этот термин он не совсем верный, однако он требует и разъяснения, требует изучения глубокого этого конфликта, наш формат этого не позволяет. Однако тогда еще не признавали, в целом же с тех пор произошла определенная динамика и Хамасу и подобным ему организациям и Ирану абсолютно не по душе такие изменения и если ради них нужно пойти на жертвы, то эти жертвы того стоят. По факту динамика улучшения отношений с арабскими странами естественно очень существенно нарушена. Арабские режимы даже для которых отношения с Израилем важны, выгодны и полезны, когда происходит такое, когда происходят арабо-израильские войны и тем более события в Газе, они не могут не прислушиваться к мнению арабской улицы, то есть то, что принято называть общественность арабская общественность естественно в отличие от правящих режимов у нее неприятие Израиля в массе своей никуда не ушло на интеллектуальном уровне и поэтому даже когда знаете фигу в кармане держат, даже когда лидер страны их в душе хотел бы уничтожить полного уничтожения Хамаса, причем если надо изуверскими методами и поголовно, но на людях он должен говорить совершенно иное и действовать так, как когда действовать так, учитывая, скажем так, общественное мнение, общественное мнение в таких вопросах важно и может стать причиной серьезных потрясений, яркие примеры Ордания, страна, в которой 70% так называемые палестинцы и есть антагонизм между правящей бедуинской верхушкой 30% и вот этими вот палестинцами и не хватало еще королев, чтобы из-за событий в Газе обстановка была дестабилизирована и поэтому тесно сотрудничая с Израилем в тайную, что называется, он вынужден в буквальном смысле не то, что вынужден, он, кстати, перегибает палку в буквальном смысле гавкать на Израиль при первой возможности и вот такие вот у нас ближневосточные реалии это только один из маленьких таких вот подтекстов. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Мы сейчас о некоторых высказываниях еще в конце поговорим, которые сейчас звучат в сторону Израиля, комментарии, которые звучат к силовой военной операции, которую проводит сейчас ЦАХАЛ. Однако вот сейчас непосредственно боевых действиях в секторе Газы, в самом городе Газа продолжаются бои, туда вошли силы обороны Израиля. И, конечно же, гуманитарная ситуация для мирных жителей вследствие того, что террористы продолжают сопротивляться, ухудшаются. И вот появилась новость о том, что одна из самых больших больниц сектора Газы перестала работать из-за постоянных обстрелов. Об этом заявили в Всемирной организации здравоохранения. По словам, значит, ее руководителя воды там нет уже, три дня электричества тоже в этом госпитале. Ранее Ройтерс сообщали, что Хамас якобы даже отказался от переговоров по заложникам из-за ситуации вокруг этой больницы. Однако, как утверждают ЦАХАЛ, именно под ней находится один из главных командных центров боевиков. Давид, расскажите, я знаю уже, и не раз мы, наверное, по-моему, даже с вами обсуждали о том, как действуют террористы, что они размещают свои штабы под гуманитарными объектами под гуманитарной инфраструктурой критической. Однако, вот конкретно если говорить об этой больнице, потому что к ней сейчас приковано внимание огромного количества средств массовой информации, европейских в том числе, потому что мы понимаем, как ни крути все эти кадры боев вокруг госпиталя, ни воды, ни света, разрушенные или частично поврежденные здания, они вызывают явно ту реакцию, на которую как раз и рассчитывают террористы. Безусловно, Хамас ради этой медийной картинки Хамас делает все возможное. То, что его объекты находятся прямо в больницах и под больницами, это абсолютный факт. Более того, буквально незадолго перед нашей с вами беседой пресс-тартажа армии обороны Израиля, бригадный генерал или контр-адмирал, это как сказать, Агари привез буквально репортаж из одной из больниц, не о той больнице, о которой мы сейчас говорим, Шипа, не эта больница Шипа, он привез из детской больницы, которая уже взята под контролем армии обороны Израиля, со всеми уликами, которые можно увидеть на местах, в том числе и склад вооружений Хамаса, специальное подземелье, которое там было, и мотоцикл, брошенный террористами, и даже там найдены следы, я имею ввиду, генетические и другие, того, по признаке того, что захваченные заложники были присутствуют в этой больнице. То есть больница использовалась еще и как вот такой фактор. Значит, вернемся к больнице Шипа. Очень многое надо воспринимать, скажем так, через призму понимания, от кого ты это слышишь. Местные медики либо являются откровенными сторонниками Хамаса, либо действуют под их давлением. То есть это важно понимать. Более того, именно под давлением Хамаса не так давно они отказались принять партию топлива от Израиля. И этому подтверждение. Есть подтверждение и того, что и Хамас отбрал из их запасов, брал топливо для собственных нужд. А топливо это важнейший аспект вообще боевой деятельности Хамаса. Почему? Отнюдь для того, чтобы заправлять танки, которых у Хамаса нет, или даже автомобили. Топливо важно для функционирования туннельной сети. Сотни километров туннелей без продувания, без работы генераторов. Это, мягко говоря, начинает быть похоже на смертельную ловушку. Поэтому для генераторов и для их функционирования нужно топливо. И ради этого во многом Хамас бьется, выдвигая предлог, что, мол, нужно медикам. А медики, в свою очередь, идя на поводу Хамаса, говорят, что оно у них заканчивается. Оно в самом деле на каком-то этапе заканчивается. Но раньше мы были свидетелями вот этих вот предвещений, что, мол, завтра топлива не будет, после чего его неделю или больше оно было, это не считая запасов Хамаса и того, что он топливо отбирал. Важно понимать то, что любую картинку Хамас использует в своих интересах и многие картинки являются постановочными, как или те или иные заявления. А вот многие международные институты, в том числе и здравоохранение организация, прислушиваются и воспринимают это как истину последней инстанции. Израиль обеспечивал гуманитарный, обеспечивает до сих пор гуманитарный выход из больницы Шипа. Более того, эвакуация подразумевается, естественно, что не больные своим ходом должны идти на машинах скорой помощи, а те, кто укрылся возле больницы и вообще речи быть не может. И для них проход свободный, их буквально уговаривают день за днем, чтобы они оттуда ушли. Что касается топлива, то предложение было, и оно было отвергнуто. Важно всегда выслушивать обе стороны и выяснять, и слушать те или иные пояснения. В каждом конкретном случае. И поверьте мне, если изложить все, что можно, у нас опять-таки формат это не позволяет, выяснится, что многие утверждения или не верны, или абсолютно не так выглядят, как их пытается преподнести Хамас. И еще один важный момент. На самом деле, когда больница или любой гуманитарный объект используется как военный объект, причем используется как важнейший военный объект, и откровенно, и после многочисленных предупреждений, что Израиль делал, я уже не знаю, бесчетные предупреждения и гуманитарные коридоры и чего только не делал, она с точки зрения международного гуманитарного права является законной целью на самом деле для удара. Израиль это право не реализует, именно исходя из гуманных соображений и понимания, что это не будет принято. Но на самом деле воевать даже в таких условиях разрешено, ведь атакующая, наступающая сторона подвергает себе опасности, если она не наносит удары по тем иным объектам. Я думаю, что с больницей Шипа будет все решено и условия для их эвакуации, причем эвакуации соблюдения медицинских норм созданы и это налицо. Надо понимать, идет война для Израиля, это война в какой-то мере за право жить в этой стране, потому что если не решить проблему Хамаса, то извините, а кто захочет жить поблизости от сектора газа, даже в 10 километрах, чтобы они пришли и повторили 7 октября, нет, эта проблема должна быть решена. После того, как тысячу твоих граждан за несколько часов в буквальном смысле вырезали их где-то изуверскими откровенными методами, вплоть до сжигания младенцев, должны быть приняты соответствующие меры и да, это отнюдь не пикник. К сожалению, война требует жертв и население сектора газа, которое поддерживало Хамас, и с ним никто не пытается посчитаться вот так вот целенаправленно, уничтожая его, однако оно стало заложником террористов, и террористы, используя больницы, и не только больницы, сами совершают военные преступления, то есть, в принципе, то, что делает Хамас, это четко попадает под статью о военных преступлениях, Израиль вынужден действовать в этих тяжелых условиях, и поверьте, это можно опять-таки подтвердить многочисленными примерами, которые формат не позволяет сделать, Израиль позволяет тебе в этом плане гораздо меньше, чем те же Соединенные Штаты и другие страны Запада, когда те воевали в Афганистане, Ираке и в других странах. Однако, из тех же Соединенных Штатов уже начали звучать заявления, скажем так, которых мы не слышали там, менее чем полтора месяца назад, уже и Блинкин заявил открыто, что в секторе газа слишком много убитых гражданских, Ройтерс якобы сообщает, что Байден просил Нетаньяху приостановить операцию в секторе газа. И вот из интересного сам премьер Нетаньяху признал, что война с Хамас длится дольше, чем он ожидал. И вот здесь, Давид, очень хочется понять, да, не сыграет ли вот это растягивание во времени этой сухопутной операции, о которой говорит Нетаньяху, да, против Израиля, потому что если уже госсекретарь, да, говорит о слишком большом количестве убитых гражданских, что может быть дальше? И вследствие чего вообще эта операция так растянулась? Тут по поводу Нетаньяху, я думаю, если идет о какой-то ошибке в переводе или не очень верной интерпретации, он, то, что операция продолжается долго и должна продолжаться долго, это как раз все априори понимают, более того, план, сам оперативный план, который был утвержден, подразумевал долгую операцию. Более того, Израиль действует только на севере Газы на данный момент, то есть юг и центр, что тоже важно, еще не затронут, я имею в виду, наземными действиями, был выбран специально медленный сценарий. Именно туда эвакуироваться, Давид, давайте нашим зрителям напомним, что именно на южную часть эвакуируется гражданское население. Безусловно, и подавляющее большинство населения севера уже находится на юге. Последние дни даже сотни тысяч, когда поняли, насколько ситуация серьезная во всем, что касается израильского наступления, сотни тысяч ушли на юг по гуманитарным коридорам. Поэтому у нас как раз нет неожиданности, у нас и Нитанияу, сам министр обороны, и Галланд, и военные повторяют, война продлится долго, у нее не одна фаза, то есть есть общевойсковая фаза, фаза зачистки, и есть вся газа, это по-любому месяц, это понятно. А что касается заявления американцев, и не только, и тем более не американцев, ну что вам сказать, реал политик, это фактор, который присутствует, и который хорошо знаком украинцам, ханжерский подход с политиком, причем это касается всех стран, буквально всех стран, это неотъемлемая часть наших реалий, и важно понимать, на американское, на администрацию Белого дома, не то, чтобы они были величайшими гуманистами, и опять-таки, вспомним штурм Масула, например, когда исламское государство контролирует этот город, и американцы непосредственно участвуют, это естественно, были же тысячи погибших мирных жителей, а город оказался разрушен, и это при том, что боевики исламского государства не очень-то много американцев убили, и происходило это в сотнях, в тысячах километрах от США, поэтому важно понимать, на американское правительство, на администрацию оказывается политическое давление извне, то есть от мусульманского, со стороны мусульманских арабских стран, в первую очередь, и изнутри, от мусульманского и левого электората, потому что противниками Израиля, как правило, являются заметная часть мусульманской общины, и традиционный левый электорат демократической партии, а не учитывать этого никакой политик не может опять-таки в любой стране, электоральное поражение это хуже для любого политика, чем что угодно, и вот такая вот дань этим политикам и собственным традициям демократической партии, мы ее видим, давление, серьезное давление на Израиль может стать опасным, и это, кстати, одна из проблем медленного подхода в ведении операции, когда вдруг может оказаться, что через какое-то время ты цели не достиг, а давление от такого важнейшего союзника, от которого очень и очень многое зависит, становится, ну, чуть ли не переносимым, и здесь огромная, важнейшая роль должна принадлежать, собственно, Нетаньягу и остальным членам, ведущим членам правительства, кабинета войны, это создать, не то что создать, а поддерживать легитимацию действий Израиля, в первую очередь в глазах американцев и ведущих стран Запада, иначе дела будут плохи, поддерживать, объясняя, ведя разъяснительную кампанию, доказывая, что Израиль не делает того, что не нужно, и наоборот, предпринимает все усилия для гуманитарных, для обеспечения гуманитарных факторов, например, то, что Израиль подает воду на юг сектора газа, было очень не в штыки, встречи на израильской общественности. После того, что произошло, в израильтяне очень не хотят, чтобы хотя бы грамм чего-то жители газа получали от нас. Однако, понимая, что главная цель это обеспечение возможности добиться победы на войне, ради этого стоит пожертвовать теми иными вещами, например, чтобы не было реальной гуманитарной катастрофы, то есть, когда начинают помирать от жажды. Поэтому процесс он многогранный и, конечно же, иностранное давление может сыграть огромную негативную роль, пока его удается выдерживать. И я надеюсь, что благодаря правильным усилиям со стороны политиков и правильным подходам удастся его выдержать и добиться цели, потому что цели победы над Хамасом, потому что иначе попросту нельзя. Это тот самый случай, причем в израильском обществе и между левыми и правыми есть полнейший концепт. Иначе просто нельзя, иначе это будет своего рода катастрофа. Оставляйте в комментариях. Ну а на сегодня будем заканчивать, друзья, ссылку на YouTube-канал военного обозревателя Давида Шарпа найдете в описании. Ну и лайк этой беседе поставьте, как честные люди. Мы старались сегодня для вас. Давид, спасибо огромное, что находите время. Друзья, спасибо, что были с нами. Огромное спасибо, Алексей, и всего наилучшего нашим зрителям. Благодарю вас.